В Ледовом дворце спорта Труд продолжается окружной турнир по хоккею шайбы, который продлится до 17 ноября. Соревнования проходят по круговой системе. Все команды играют с друг другом по одному разу, а по результатам всех игр и количеству очков определяется победитель. В турнире принимают участие шесть команд – Труд, Старт, Пингвины, Полярные Волки, Звезда и Север. Команды сформированы как из спортсменов, регулярно занимающихся хоккеем, так и из любителей этого вида спорта, тренирующихся совсем недавно. Результаты мы узнаем, когда турнир подойдет к концу, а пока соревнования продолжаются. Игры проходят два раза в неделю по понедельникам и четвергам в 20 часов 45 минут. 3 ноября в Воркуте подвели итоги заполярных игр. Последние комплекты наград были разыграны в боксе и мини-футболе. По информации Управления физической культуры и спорта в командном первенце по боксу лидерами стали хозяева спартакиады. Второе место заняли ухтинцы третьи сыктывкарцы. В мини-футболе сильнейшей стала команда Ухты. В Воркута на втором месте футболисты Сальхарда на третьем. Днем ранее 2 ноября были определены победители в командном зачете по лыжным гонкам, греко-римской борьбе и хоккею с шайбой. Среди лыжников лучшими стали спортсмены из Сыктывкара, второе место завоевали лыжники из Ухты, третьи из Корткировского района. В греко-римской борьбе равных не было ухтинцам, на втором месте Воркута на третьем Печора. В хоккее с мячом победителем также стала команда Ухты, серебрового у хоккеистов Воркуты, бронза у Норильска. 9 ноября Сергей Ковалев одержал победу в поединке за три чемпионских пояса над Бернардом Хопкинсом. Бой продлился все 12 раундов и был таким, как и должен быть поединок между очевидным лидером и неочевидным аутсайдером. Хопкинс с его колоссальным опытом встреч вполне мог переиграть Ковалева на опыте, но все же его не хватило, чтобы победить мастерством. Уроженец Челябинска доминировал весь бой и даже в первом раунде отправил Хопкинсона на стил ринга, а по окончанию получил заслуженные реверансы от судей и охапку поясов на руки. У Ковалева теперь большая фиша на встречу с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета Адонисом Стивенсоном или с Андрео Уордом, не имеющим титулов, но просто мощным и сильным бойцом. Первая ракетка России, второй номер мирового рейтинга Мария Шарапова добила своей первой победы на итоговом турнире ВТА, который проходил в Сингапуре. Соперница россиянки Агнешка Радванска была повержена в трех сеток. Именно это и не пустило Шарапову в полуфинал. Для выхода в следующую стадию была необходима победа в двух партиях. Первый сет Мария Шарапова выиграла у неуступчивой представительницы Польши со счетом 7-5. Вторая партия протекала для российских болельщиков более чем оптимистично. Второй номер мирового рейтинга сумела повезти со счетом 4-0, а затем довела свое преимущество и до 5-1. Но потом в игре Шараповой наступил спад. Маша не один раз подавала на матч, но ни разу на своей подаче не приближалась к заветному триумфу. В результате полячка выиграла второй сет на таймбрейке 7-6. После этого Шарапова потеряла всякие шансы на выход из группы. Тем не менее, она сумела собраться и одержать свою первую и, к сожалению, на этом турнире последнюю победу. Третья партия завершилась со счетом 6-2 в пользу Шараповой. Вторая ракетка мира победила, но Сингапур все же покидает. Три года подряд российские представители не сдают поражений в мужской волейбольной лиге чемпионов в главном клубном турнире Европы. Весной 2012 года Казанский «Зенит», ведомый тренером сборной Владимиром Олегом, переиграл хозяев поляков. На следующий год новосибирский «Локомотив» в Омске сенсационно обыграл казанцев, а затем итальянскую «Кунео». Ну а действующий обладатель титула – это Белогория под руководством профессора и волейбольного гуру Геннадия Шипулина. Самое интересное в том, что если три титула подряд уже покорялись одной стране Италии, но четырех успешных евросезонов не знает ни одна волейбольная лига. Так что у наших клубов есть еще один стимул побороться. Казань стартовала дома накануне вечером. Два других наших соискателя начали 6 ноября в гостях. Регламент турнира не отличается от предыдущих. По итогам турнира в семи группах в плей-офф выйдут их победитель, плюс шесть вторых мест с лучшими показателями. И тогда перед жеребьевкой будут названы столицы решающего сражения, то есть финала четырех. Хозяева будут освобождены от игр на вылет, а остальные 12 клубов на двух стадиях определят тройку сильнейших. Игры раунда 12 пройдут в феврале, раунд шести в марте. Финал четырех назначен на 28 и 29 марта 2015 года. Сборная России одержала первую победу на финском этапе Евротура, обыграв заключительном матче Чехов. Дубль на счету питерского форварда Артемия Панарина. В трех шайбах поучаствовал капитан Илья Ковальчук и Егор Аверин. Дебютную встречу в составе главной сборной страны не смог на ноль провести 19-летний голкипер Илья Сорокин. Он пропустил после точных бросков Андржея, Романа и Петра Голика. Победу на первом этапе Евротура в заключительной встрече разыграют финны и шведы. В Сингапуре завершился седьмой заключительный этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. В копилке российских спортсменов четыре золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали. Как сообщает пресс-служба губернатор Ямала-Мининского автономного округа, все золотые медали завоевал гемальский пловец Сергей Фесиков. На финальном этапе соревнований он стал обладателем двух золотых наград в индивидуальных видах программы на дистанции 100 метров вольным стилем и 100 метров комплексным плаванием. Еще два золота Сергей Фесиков взял в составе двух смешанных эстафет, 4 по 50 метров комбинированным и вольным стилем. Кроме того, ямалец награжден и серебряной медалью на дистанции 50 метров вольным стилем, где он уступил Джорджу Боуэллу из Тобага. Ольга Гималеддинова успешно выступила на чемпионате мира по пауэролифтингу и завоевала золотую медаль. Соревнования проходили в американском городе Аврора. Многократная чемпионка мира и Европы и мастер спорта международного класса Ольга Гималеддинова на этих состязаниях в очередной раз подтвердила свой высокий статус. Она выступала весовой категорией 84 килограмма. В напряженной борьбе с американкой Боникой Лоух ямальская спортсменка с первого подхода захватила лидерство и не дала сопернице шансов уйти вперед. В результате в приседании со штангой ей покорился вес 285 килограмм. В жиме лежа Ольга также удалось вырвать малую золотую медаль. В становой тяге она справилась с весом 250 килограмм. По итогам выступлений российская сборная набрала 52 очка, 12 из которых принесла Ольга Гималеддинова. Ольга Гималеддинова